Добрый день! Ну, я попробую ответить на эти ваши три замечательных вопроса. Значит, первый вопрос о том, что театр приобрел, чему научился за время карантина, за время существования в изоляции. Вы знаете, мне кажется, у Ереванского русского драматического театра есть определенный иммунитет. Мы в 90-е годы прошли через жуткий период времени, когда не было электричества, когда был холод, голод, и спектакли игрались при свечах. И вот мы смогли преодолеть этот период, театр не закрылся, театр выжил, и было какое-то невероятное единение. И труппы всех работников театра, и зрителей, и вот и сейчас. Мне кажется, что мы преодолеваем и преодолеем вот это вот ужасное, непростое время. Мы, наверное, это научились еще больше ценить то, что мы имеем, еще лучше осознали ценность этого хрупкого явления, как театр. Из каких-то практических навыков, ну вот мы сейчас получили разрешение репетировать, но репетировать мы можем небольшими группами, то есть может быть не больше 7 человек, и все это желательно на социальной дистанции, желательно, даже не желательно, обязательно в масках. Вот мы сейчас осваиваем новый вид комедии Дель Арте, когда маска закрывает не верхнюю часть лица, а нижнюю часть лица. Мы работаем, мы живем, мы как-то вот, я почувствовал, как в этот период все как-то схватили, как-то вот именно еще острее, еще острее почувствовали необходимость театра. И мы актеры, и наши зрители тоже. Я научился пользоваться зумом, я теперь на ты с гаджетами. Я получил возможность оглянуться назад, проанализировать сделанное, посмотреть вперед. Вот возникло время, много времени для подготовки к новым проектам, новым спектаклям. Как-то в последнее время мир бежал в каком-то таком бешеном темпе, что вот время на подготовку к новым работам оставалось все меньше и меньше. Сейчас получилось так, что можно было спокойно, сосредоточенно читать, размышлять, работать с художниками, работать с актерами в онлайне. Но основное желание, конечно же, это скорее бы это все закончилось. Знаете, я не из тех людей, которые готовы петь к оду театру в онлайне. Это все, конечно, вынужденные меры. Да, вот этот вот для меня это такой единый общий проект, театр в онлайне. И очень хочется, чтобы он остался бы в прошлом. В советские годы был совершенно замечательный телевизионный театр. Но это другой жанр. В телевизионном театре рождались совершенно замечательные шедевры. И если вот это наше существование в онлайне как-то поспособствует тому, что мы возродим вот этот вот жанр телеспектаклей, телевизионных спектаклей, я подчеркиваю это именно как отдельный жанр, то это будет совершенно замечательно. А что касается вот этих вот наших вот бесконечных онлайн интервью, онлайн проектов, чтения прозы, стихов и прочее, и прочее. Еще раз говорю, это все вынужденно. И да, конечно, оно уже останется, и я буду рад, если это останется как что-то такое именно в помощь. То есть техническая именно для людей театра, для специалистов, когда мы можем в какой-то ситуации проводить какие-то репетиции, какие-то встречи, какую-то определенную часть работы делать в онлайне. Конечно, да, этот опыт мы приобрели. Но театр это тактильное ощущение, это запах, это живое, живое, реальное общение людей друг с другом. Поэтому, скорее бы, все это уже закончилось и забылось, как страшный сон. Спасибо.